Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Благоустройство дворов и вопросы межевания территорий. Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с активными жителями Кировского района. За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач. Мотострелкам группировки «Войск-центр» вручили награды в зоне проведения СВО. Мастер-классы, лекции, экскурсии и концерт. В столице региона в девятый раз состоялась всероссийская акция «Ночь кино». В РИУ губернатор Вячеслав Федорищев обсудил с главой Сызранского района Владимиром Егоровым ключевые направления развития. Среди главных задач – подготовка к отопительному сезону, строительство дорог и решение вопросов, связанных с качеством воды. В сельском поселении Усинское необходимо новая скважина и замена сети водопровода. Проблему будут решать комплексно и оперативно, помогут из областного бюджета. «Важно поддержать и проекты развития предприятий, увеличить количество рабочих мест», – отметил глава региона. Вопросы благоустройства дворов, скверов и юридические тонкости процедурами сживания территорий. Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с активными жителями Кировского района и ответила на их вопросы подробнее в нашем сюжете. Обсудить вопросы жителей и найти решения по каждому обращению. С такой целью глава Самары встретилась с жителями Кировского района в школе номер 79. Сначала собравшиеся прослушали доклад о развитии городских территорий, а затем перешли к вопросам. Так жительница дома номер 175 по улице Старозагора рассказала Елене Лапушкиной, что из-за ремонтных работ во дворе облик территории сильно испортился. Глава Самары в ответ на вопрос пояснила, что ресурсоснабжающие организации обязаны своими силами заниматься восстановлением территории после ремонта. Инициативная группа нескольких домов по улице Ташкентской обратилась с просьбой организовать дополнительный выезд на улицу, поскольку одной однополосной дороги не хватает, чтобы различные службы без препятствий могли заехать во дворы. Глава Самары отметила, что для этого необходимо провести ряд процедур, в том числе согласовать схему движения с ГАИ. Попробуем согласовать с ГИПДД. Если вопрос по закону нам согласует, то технически это сделано. Несколько вопросов касались процедуры межевания земельных участков под многоквартирными домами. Одна из жительниц рассказала, что по адресу Георгия Димитрова 67 его провели неверно. Глава Самары отметила, что этим конкретным случаем займутся специалисты, а в будущем такие вопросы можно решать на публичных слушаниях. Есть целая процедура межевания территории, которая в том числе подразумевает и проведение публичных слушаний. Эти публичные слушания для того и созданы, чтобы люди приходили и свои замечания вносили. Также обращения самарцев касались благоустройства дворов по различным программам, ремонта дорог, вывоза мусора, обустройства контейнерных площадок и других тем. Напомним, что по поручению руководителя региона Вячеслава Федорищева, глава Самары проводит такие встречи еженедельно. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самаре в тестовом режиме запустили движение трамваев по отремонтированному участку улицы Новосадовой. От Барбошиной поляны до Нововокзальной. Уже в среду по обновленному участку пойдет первый вагон с пассажирами. Трамвайные маршруты вернутся на свою прежнюю схему следования. Написала в своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина. Какие виды работ провели на участке, расскажет Полина Челюкова. Поездки на трамваях становятся комфортнее, безопаснее и быстрее. В столице региона по обновленному участку улицы Новосадовой запустили тестовое трамвайное движение. В этом году от Барбошиной поляны до улицы Нововокзальной в рамках капитального ремонта заменили более трех километров путей. Основные работы технические уже завершены. Осталось несколько переездов, которые дорога пересекает, трамвайные пути доделать. Это все технические моменты, которые будут устранены уже в рабочем порядке. Но основной фронт работы уже остался позади. Поменены два стрелочных перевода, шесть крестовин. Было уложено 10 компенсационных участков рельсов. Основной проблемой на данном участке был поток воды, который весной заливал трамвайные пути. На данный момент данную проблему, я надеюсь, что мы решили, вложив дренаж и подсоединив его к ливневой городской канализации. Уже в среду по обновленному участку движение трамваев возобновится. В этот день будут работать и компенсационные автобусы. По отремонтированной дороге ехать всегда лучше, чем не отремонтированные. По ощущениям приятно. Не качает, не трясет. Осенью состояние путей проверят снова. Между тем, в текущем году финишировал только первый этап масштабных работ по капитальному ремонту трамвайной линии на улицу Новосадовой. В дальнейшем работа будет продолжена. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Военнослужащим мотострелкового соединения группировки «Войск-центр» вручили государственные награды. Торжественная церемония состоялась в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции. На Авдеевском направлении. Подробности далее. За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач командующий общевойскового объединения генерал-майор Рамиль Ибатулин вручил награды военнослужащим мотострелкового соединения группировки «Войск-центр». Моя группа штурмом подавила укрепы. И при этом освободили этот населенный пункт. Вот эта награда, это за счет моих пацанов, с которыми вместе мы штурмовали. И я очень счастлив, на самом деле, получить такую награду. Награждение состоялось в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении. Личный состав подразделения был награжден орденами мужества, медалями за отвагу, за храбрость и знаками отличия ордена Святого Георгия. Георгиевский крест четвертой степени. На опасных участках, где находился противник, я выставлял противотанковые мины, чтобы вражеская техника не подобралась к нашим бойцам. Также взял без оружия в плен военнослужащего украинской армии. Это для меня шок. Конечно же, приятно. Пообещал маме, и я сдержал это слово. В ходе проведения СВО множество военнослужащих Центрального военного округа за проявленное мужество и героизм в выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, что позволяет поднять боевой дух бойцов и отметить их вклад в выполнении задач, поставленных перед вооруженными силами России. Андрей Бессонов, События. В Самарском мед. университете начали создавать отечественные экзопротезы. Модели для голени, бедра и предплечья уже получили 34 пациента военного госпиталя, которые являются участниками СВО, сообщает пресс-служба ВУЗа. Разработки стали возможны благодаря внедрению технологии 3D-печати. Университет получил 4 патента. За счет новых технологий специалисты значительно уменьшили вес экзопротезов, ускорили процесс их индивидуальной подгонки и изготовления приемных гильз. Это существенно повышает эффективность использования протезов. До конца года для участников СВО будет изготовлено дополнительно 40 протезов. 8 сентября Самара отметит свой день рождения. К этому событию в городе подготовили праздничную программу. Концерты, исторические квесты, экскурсии и торжественные церемонии. Вопросы организации обсудили на совещании в городской администрации. Что ждет жителей и гостей города, расскажем в нашем сюжете. Большая праздничная программа запланирована в Самаре к 438-й годовщине с момента основания города. Пройдет сразу несколько торжественных церемоний, а также различные фестивали. Подготовку обсудили сегодня в городской администрации. Сразу несколько событий будут традиционными. 8 сентября первые лица города возложат цветы к памятнику основателю Самары Григорию Засекину. А на протяжении двух дней в городе пройдет традиционный фестиваль духовой музыки на сопках Маньчжурии. К нам приезжает 13 коллективов. Представлены 4 федеральных округа. Приворский, Северо-Западный, Уральский и Южный федеральные округа. И представители из 8 городов. Санкт-Петербург, Севастополь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, естественно Самара. Наши коллеги из Сызрани и Тольятти. На площади Куйбышева 8 сентября будет праздничный концерт. Хедлайнерами станут группа Ума Турман и исполнитель Сергей Трофимов. В этот же день на площади будет работать небольшая ярмарочная зона, где местные производители в рамках выставки «Сделано в Самаре» представят свою продукцию. Это у нас получается 10-я юбилейная выставка продаж «Сделано в Самаре». Она набирает популярность и для жителей Самары, которая сочетает в себе покупки, развлечения, возможность узнать больше о местных производителях. Также 8 сентября в городе будет проведен квест с вопросами об истории Самары. За правильные ответы можно будет получить призы. Всего будет две локации квеста. Это район старого центра города и район безымянки. К историческому квесту присоединятся и самарские школьники, у которых из-за работы избирательных участков не будет уроков 6 и 7 сентября. Для них в эти дни будет организована культурно-просветительская программа. Будут организованы массовые мероприятия вне школьной направленности. Запланировано посещение действующих тематических выставок музеев города, общественных пространств, парков и скверов. Спортивные соревнования по основным видам спорта, посвященные Дню города. О том, что празднование Дня города совпадает с выборами губернатора Самарской области, напомнила и глава Самары Елена Лапушкина. Она попросила городские службы ответственно подойти к работе в этот период. Коллеги, напоминаю, что у нас 6, 7, 8, кроме праздничных мероприятий Дню города, будут еще серьезные выборы, выборы губернатора Самарской области. Поэтому прошу вас всех лично, ваши коллективы, прийти в эти дни, проголосовать. Также на встрече обсудили вопросы усиленных мер безопасности горожан, особенно при проведении массовых концертов, и продленный режим работы общественного транспорта, чтобы самарцы смогли спокойно добраться до дома после завершения всех мероприятий. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В музее Ильдара Рязанова прошла всероссийская акция «Ночь кино». Для гостей мероприятия сотрудники подготовили насыщенную программу. С лекцией выступил киновед из Москвы. Подробнее о том, как прошла акция, расскажет Полина Чулякова. Василина Булавина приехала в Самару к родственникам из Москвы. В городе на Волге девушка третий раз. Рассказывает, Самара ей очень нравится, и она с удовольствием гуляет по городу. Во время такой прогулки Василина и попала на акцию. Я шла по улице, я жду подружки сейчас, и прошла, увидела, что музей Рязанова, что сегодня, оказывается, бесплатный день, туда уже зашла. И вот сейчас вышла и увидела, что здесь лекция. Вы вообще любите кино? Ну да, я люблю, но я люблю пересмотреть старые фильмы, чем смотреть новые. Во всероссийской акции «Ночь кино» музей Эльдара Рязанова участвует с 2018 года. Программа на этот раз проходит под открытым небом. Для гостей работают мастер-классы, где каждый может сделать для себя памятный сувенир, а также ридинг-группа. Встреча посвящена обсуждению литературы о кино. Прошла содержательно, потому что, как минимум, некоторые тексты вызвали вопросы, даже негодование из-за какого-то очень сложного языка. Но, собственно, ридинг-группа для этого и существует, для того, чтобы разобраться в каких-то сложных сюжетах. Специальным гостем музея стал Всеволод Коршунов. Он приехал в Самару с лекцией «Как кинокритики смотрят кино» и рассказал участникам акции, чем профессиональный просмотр фильмов отличается от обывательского. Для меня самое главное даже сделано не в кино, а в нашем взгляде на мир. Потому что наш взгляд замылен. Мы бежим, мы торопимся, мы опаздываем куда-то, нам некогда. Наш взгляд автоматизирован. Когда мы внимательно слушаем оперу, разглядываем картины, смотрим кино, вот в таком медленном формате, аналитическом формате, мы как будто бы размыливаем наш взгляд. Вот это для меня самое главное. Поэтому это даже не столько профессионально, насколько такая общечеловеческая процедура деавтоматизации нашего восприятия. Все, 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 чем мы можем людям рассказать о том, как вообще важно и нужно смотреть отечественное и мировое кино. Посетить музей во время акции «Ночь кино» можно было бесплатно всем желающим. Полина Челюкова, Константин Головин. События. На Самарской набережной началась подготовка к фестивалю «Волга-фест». Он откроется 30 августа под Красноармейским спуском. Сегодня там работают маркеты еды, сувениров, устанавливают арт-объекты. Какая программа ждет гостей фестиваля уже в пятницу, расскажем в нашем сюжете. Семья Барбашовых на фестиваль набережных «Волга-фест» приходит каждый год. Рассказывают, во время фестиваля бывают на набережной ежедневно. Больше всего нравится участвовать в мастер-классах, а также слушать лекции и, конечно, фотографироваться на фоне необычных конструкций возле «Волги». В этом году решили понаблюдать за процессом подготовки к фестивалю. Специально пришли, знали, что «Волга-фест» начинается, хотели посмотреть. Всегда приходили, когда он уже шел. Столько разных мероприятий, очень интересные, разнообразные. Стараемся каждый день хоть на что-нибудь попасть. Фестиваль «Волга-фест» откроется под Красноармейским спуском 30 августа. Его тема в этом году – другие берега, истории древней Волги, дух странствий. Для декорации в этом году используют в том числе и бревна, из которых был сделан супрематический куб, который стоял возле здания фабрики кухни. Часть экспозиции разместится на острове Параран. Туда также переправляют разноцветные бревна. Город преображается и связывается суть города. Вот эта водная стихия, она проникает чуть дальше. И ветер, и вода. Интересно посмотреть, что делают из куба Полицкого. И так много в нем деталей, что можно, кажется, еще не куб построить, а несколько больших объектов. В этом году на фестивале все желающие смогут записаться на авторские экскурсии и попасть в гости к интересным жителям Самары, послушать два аудиоспектакля, рассказанных от лица речного трамвайчика, а также найти временные арт-объекты, созданные в рамках коллаборации «Третьяковки» в Самаре и Московского музея современного искусства. Я вчера сюда приехала и думаю, почему же меня тут не будет 30-го числа. Я уже уеду в четверг. Я не знала, да. Если бы я знала, возможно, я бы запланировала поездку так, чтобы остаться на этот фестиваль. Сегодня под Красноармейским спуском в рамках фестиваля начали работать маркеты еды, одежды и сувениров. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В Самаре появилось место силы. На набережной возле речного вокзала обновили спортивную площадку. Установили теннисные столы, турники, зона для отдыха и боксерский ринг. Как преобразилось пространство для разных видов спорта, расскажет Елизавета Прокопенкова. Теннисные столы, турники, зоны для отдыха и многое другое. Все это появилось на обновленной спортивной площадке «Место силы». Площадка для тренировок находится рядом с речным вокзалом. Она как раз уже была спортивной. Тут стояли старые турники, но она была неблагоустроенная. В итоге ребята взялись за эту площадку. Она из маленькой превратилась в большую. Сделали замечательный, прекрасный проект. Теперь для нас заодно новая планка, как необходимо организовать спортивную пространство в нашем городе. Площадку обновили по инициативе двух предпринимателей – Константина Колотыгина и Дмитрия Богданова. Им было важно сделать что-то полезное для города. Так и появилась идея создать новое место для занятий спортом. С нами работали дизайнеры, которые увидели немножко все по-другому. Они добавили к спорт-объектам дизайнерские объекты, чтобы это получилось не только местом занятия спортом, но и арт-площадки, где могли люди и жители города, и гости города просто отдыхать. На самом деле это была, наверное, единственная цель, чтобы люди сказали спасибо. Я рад, что я смог это сделать, дошел до благотворительности и могу помогать всему городу. Территория предназначена для разных активностей – для групповых видов спорта, воркаута, кроссфита, настольного тенниса и бокса. На торжественном открытии для гостей подготовили мастер-классы по зумби, конкурсам и представления каратистов. На открытии собралось множество спортсменов, которые успели оценить качество турников. Все здорово, очень современно. Вообще целых три месяца следил за ее постройкой. Я считаю, что это прям очень крутая площадка. Для жителей Самары, мне кажется, это топчик прям вот из всех вариантов. Вход на спортивную площадку свободный. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. В высший класс под таким названием в Самаре прошли соревнования для родителей и школьников. Папы играли в мини-футбол и стритбол, а мамы соревновались в чирлидинге. Победители турнира представят Самару на областном этапе соревнований. Подробности расскажем далее. Более 300 заявок из 123 самарских школ. Зональный этап соревнований для родителей высший класс собрал около 2000 участников – спортивных мам и пап. Виктория Чудина в детстве занималась гимнастикой. Рассказывает, с годами спортивная форма и дух соперничества никуда не делись. Поэтому, когда ей предложили вступить в команду «Мам 114-й школы по чирспорту», Виктория сразу согласилась. Полгода тренировок 2-3 раза в неделю. Все ради самого высокого места в турнирной таблице. Команда так и называется – высота. Мы стремимся к высоте. У нас очень много поддержек. Выступаем на энтузиазме, с хорошим настроением, с боевым настроем. Я думаю, что главное – это участие. Команда «Олимпия» из 124-й школы не первый год участвует в соревнованиях. В прошлый раз не удалось пройти на городской этап. В этом году участницы наверстывают упущенное. Волнение, конечно, присутствует, но мы очень рады. Счастливы, что мы можем представлять свой район, свою школу. Мы очень рады, что нас пришли поддержать наши учителя, родители из нашей школы. И мы им очень благодарны за это. И, конечно, надеемся на победу. Ура! Пока мамы демонстрировали акробатические и танцевальные способности, папы состязались в мужских видах спорта. Для них прошел турнир по баскетболу 3 на 3 и мини-футболу. Андрей Степанов – вратарь футбольной команды из 174-й школы рассказывает. Решил принять участие в соревнованиях, глядя на спортивные достижения сына. Это хороший повод просто начать заниматься спортом. То есть у меня ребенок спортом занимается. Представляют нашу школу тоже на соревнованиях. Ну и я занимаюсь спортом. Соответственно, это очень приятно. Играть с детьми, играть между родителями. У нас хорошая дружная команда. Соревнования для родителей высший класс проходят в Самаре третий год подряд. С каждым годом привлекая все большее количество участников. Это первый такой проект, который вовлекает именно не участников школ, а родителей. И прививает желание заниматься спортом, мотивацию заниматься спортом. Соответственно, уже на уровне семьи. Как это делают папы, соответственно, так же это делают дети. И наоборот, дети бореют за родителей, родители продолжают бореть за детей. По словам депутата губернской думы Светланы Ильиной, турнир объединяет не только семьи, но и школы, родительские коллективы. Каждый родитель, который сегодня присутствует на соревнованиях, он защищает честь конкретной школы, конкретной территории. И мы бы, конечно, хотели, чтобы сегодня у нас побеждали не соперничество, а царило сотворчество, сотрудничество на наших площадках. И побеждали спорт, семья, школа, ну и, конечно, год семьи. Победители городского этапа будут представлять Самару на областном финале турнира. Он пройдет 31 августа на площади Куйбышева. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Новый рекорд по количеству участников. На турнире по уличному баскетболу Самара Оупен сыграли 343 команды. Это на 20 больше, чем в прошлом году. О том, как прошли соревнования, расскажет Елизавета Прокопенкова. Любовь к баскетболу у Сергея Полякова появилась еще в школе, на уроках физкультуры. Профессионально заниматься спортом начал в университетские годы. Сейчас Сергей предприниматель, а в свободное от работы время тренирует школьную баскетбольную команду, в которой играет его сын. Вместе с друзьями он решил принять участие в баскетбольном турнире «Самара Оупен». А Сергей приехал их поддержать. Организация очень хорошая. В прошлом году был с открытия до закрытия. Мы ждали последний матч, уже темно было. Очень понравилось, все интересно. Спорт должен быть массовым, потому что среди большого количества намного проще найти талантливых и их подготовить. 15-й турнир по уличному баскетболу 3х3 «Самара Оупен» прошел на площади Куйбышева. Показать свое мастерство приехали 343 команды из разных регионов страны. Это на 20 больше, чем в прошлом году. Это рекорд по количеству заявленных команд. Я уверен, что в следующем году команд будет еще больше, и турнир превратится вполне возможно и в международный формат, потому что мероприятие на самом деле очень красивое, очень качественное. В рамках турнира «Самара Оупен» в памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева ежегодно проходит звездный матч. Звезд у нас много, и это очень здорово, что их привлекают сюда на этот матч. И это здорово, когда подрастающие поколения смотрят на профессионалов и видят, к чему стремятся. Уровень подготовки вообще шикарный, замечательный. Это говорит о профессионализме нашего баскетбольного клуба «Самара», нашей федерации. Большие молодцы! За время турнира по баскетболу было сыграно 570 матчей. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников предоставляется ежемесячная денежная выплата за жилищно-коммунальные услуги. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки «Самары». Категории получателей – участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр, врач общей практики, а также медицинская сестра участкового врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики. Ежемесячная выплата предоставляется в размере 50% от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. За оформлением компенсации нужно обратиться в МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Подробная консультация по телефону 333-52-28. На этой неделе в «Самаре» проведут ремонтно-профилактические работы с кратковременными отключениями холодной воды. Во вторник специалисты устранят утечку на водные и водопроводные линии по улице Челюскинцев. В среду по улице Новосадовой проведут замену задвижки. Также 28 августа выполнят врезку построенного водовода и заменят 4 задвижки по улице Чернореченской. В четверг в нескольких районах будут менять пожарные гидранты. Со списком адресов, где не будет холодной воды, можно ознакомиться в телеграм-канале Кировского района. В Ленинском районе обсудили итоги развития за период с 2018 по 2023 год и подготовку предложений в программу социально-экономического развития Самарской области. Среди проблем, которые требуют немедленного решения, опиловка деревьев, подача холодного водоснабжения и другие. Также рассматривались проблемные вопросы по отсутствию ливневых канализаций, работе коммунальных организаций, вывозу твердых коммунальных отходов. По итогам встречи определились с жителями дату и время для выезда на место по озвученным проблемам. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания, всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»